Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, если подписаны, проверьте колокольчик и также ставьте лайки, много комментируйте, распространяйте наше видео. Верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил изменение политического ландшафта после парламентских выборов в республике. Несмотря на допущенное Молдовой во второй половине 2020 года отступление от стандартов и реформ в области верховенства права, досрочные парламентские выборы 11 июля 2021 года предоставляли чёткий и сильный мандат сторонникам реформ для реализации амбициозной программы по борьбе с коррупцией, совершенствованию системы правосудия и борьбе с бедностью в соответствии с обязательствами Молдовы в рамках соглашения об ассоциации, сказано в отчёте. ЕС и правительство Молдовы продолжили совместную работу над реформами в рамках соглашения об ассоциации ЕС-Молдова на строго обусловленной основе. Дважды состоявшиеся в отчётный период выборы значительно изменили политический ландшафт благодаря партии, выступающей за проведение реформ и впервые в истории Молдовы, получившей парламентское большинство. Это открыло позитивные перспективы для дальнейшего улучшения отношений между ЕС и Молдовой и совместной работы над долгожданными реформами, восстановлением общественного доверия к судебной системе и системе государственного управления, а также улучшению делового и инвестиционного климата в стране. Однако в целом реформы в секторе правосудия застопорились. Хотя и новые власти достигли определённого прогресса, приняв поправки к Конституции, укрепляющие независимость судебной власти. В отчёте также указывают на затягивание расследования кражи миллиарда. Спустя шесть лет после начала расследования банковского мошенничества 2014 года ни один из главных виновников не попал за решётку, а утраченные активы не вернули. В 2020 и 2021 годах судебные процессы неоднократно откладывали, обвинения с акционеров пострадавших банков сняли, а осуждённых преступников досрочно освободили из-под стражи. Молдове необходимо решать проблему необоснованных заявлений о предоставлении убежища согласования в визовой политике Молдовы со списками третьих стран, гражданам которых для въезда в ЕС требуются визы, а также недостатков в сфере финансового мошенничества, борьбы с отмыванием денег, предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью. По данным отчёта, в 2019 году граждане Молдовы подали 6440 запросов о предоставлении убежища, в 2020 – 4865. В течение 2020 года страны ЕС приняли 6755 решений о возвращении молдавских граждан домой, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Из них отправили домой принудительно или добровольно 2620 граждан, что на 44% меньше, чем в 2019 году. Добавим, что всё по плану. «Дадон сбежал в Москву до прихода в парламент. И о генерального прокурора», – написал Виктор Шеллин на своей странице в социальной сети. «Власть прикрыла стыдливо глазки руками и выпустила Дадона из страны, чтобы долго и упорно пугать своего избирателя России и возвращением Дадона в Молдову, как символа мафии, коррупции и России», – отмечает Шеллин. Теперь общество разделится на три части. Маргиналы и жертвы манипуляций, кого обманет пропаганда Дадона, что Дадон в изгнании, но он хороший человек. Идеалисты, кого обманывает Майя Санду, что она не выпускала Дадона в Москву, а это недоработки прокуратуры. Вменяемые, кто не верит в версии Дадона и отговорки Майи Санду. Из страны беспрепятственно выехали и спрятали деньги за рубежом все бенефициары преступных схем. Власть боялась с ними бороться. Теперь будет имитация борьбы через аресты пешек в этой игре. Мелких чиновников и неугодных бизнесменов, чтобы дать новым прокурорам работу.